О том, что беда может заглянуть в небольшую деревушку Особовича Пинского района, никто даже не подозревал. Здесь, в обычном сельском доме, произошло убийство с особой жестокостью. Пьяный сын убил родную мать. По заключению сельскохозяйственной экспертизы, женщинам было причинено не менее 9 травматических воздействий. В результате чего было причинено около 30 телесных повреждений. Пять рыбок было у него сломано с левой стороны, три ребра справа, полный разрыв одной из почек, массивное внутреннее кровоизлияние. В результате развившегося травматического шока смерть потерпевшей наступила на месте преступления. Следствием было установлено, что 28 февраля 2014 года 51-летний житель деревни Особовичи в очередной раз вернулся домой на веселе. Проблемы с алкоголем у мужчины были давно. Они послужили поводом не только для развода с супругой, но и для увольнения с работы, на которую из-за нехватки кадров в сельской местности его через некоторое время восстановили. Получив долгожданную зарплату, мужчина незамедлительно отправился в ближайший магазин, где приобрел «живительный» напиток под названием «плодово-ягодное вино». Бутылку вина он выпил по дороге домой. И уже придя домой, уже в достаточной степени алкогольного опьянения, у него с матерью произошел конфликт. Мать в это время лежала на кровати. Увидев, что мать коротко постриглась, он начал ей высказывать претензии по этому поводу. В ответ мать стала ему высказывать претензии, что он опять в очередной раз пришел домой в нетрезвом состоянии. В ответ сын нанес ей несколько ударов в область лица и туловище. Совершенное с особой жестокостью преступление мужчина попытался скрыть, представив его как несчастный случай. Однако, благодаря бдительным соседям и сотрудникам скорой медицинской помощи, наказание в этом случае последовало за преступлением. На основании пункта 2.6 части 2 ст. 139 УК Республики Беларусь назначить солоснику Степану Степановичу наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием из правительственной колонии в условиях усиленного режима. Таких уголовных дел в судах сегодня немало. Несмотря на снижение количественного показателя, преступления с особой жестокостью продолжают существовать в быту. Важно помнить, чужая жизнь – слишком большая цена победы в споре.